Здравствуйте! В эфире «Право на защиту». Каждую неделю лучшие праведы края и самые авторитетные эксперты отвечают только на такие правовые вопросы, которые могут коснуться каждого. Сегодня мы поговорим о правах несовершеннолетних. Какие меры принимаются для защиты детей-сирот и можно ли питаться в школьных столовых, об этом и не только мы попросили рассказать нашего гостя. Это Виталий Степанов, заместитель прокурора Красноярского края. Виталий Анатольевич, здравствуйте! Добрый день! Вот недавно страна отметила День защиты детей, первый летний такой хороший праздник. Это, конечно, повод спросить вас, вот права несовершеннолетних – это предмет особого контроля со стороны прокуратуры края? Действительно, 1 июня отметили День защиты детей. С 1950 года ежегодно этот праздник отмечается. У нас в крае проживают более 630 тысяч несовершеннолетних. Ну и, естественно, прокуратурой края уделяется повышенное внимание вопросам, связанным с защитой их прав. Ну вот на что особо в этом смысле вы обращаете внимание? Какие темы стоят на контроле? Ну, вы знаете, среди наиболее актуальных тем можно выделить, наверное, следующие. В первую очередь, это право на медицинскую помощь, право на лекарственное обеспечение, жилищные права несовершеннолетних и сирот, потому что они относятся к этой категории, право на образование и на условия в образовательных учреждениях, право на отдых, труд, ну и так далее. Ну, кстати, про отдых и про лето. Как известно, закрытие границ, вот этот вот кэшбэк 50-процентный, он сильно увеличил спрос на детские лагеря и турбазы. Вот в этих условиях повышенного спроса родители могут быть спокойны за качество отдыха своих малышей? Ну, если мы начнем с качества отдыха, то, конечно, у нас на территории края действует 54 стационарных лагеря, в которых дети в летний период оздоравливаются и отдыхают. Все указанные лагеря, как и другие, которые не только стационарные, но есть и палаточные лагеря, спортивные и так далее, все эти учреждения перед открытием проходят проверку. То есть органы контроля надзора комиссионно выезжают, проверяют и дают свое заключение о возможности отдыха детей в этих учреждениях. Прокуратура, естественно, принимает участие в этих проверках и, если говорить о сегодняшнем дне, генеральный прокурор направил прокурорам субъектов поручения, чтобы в этом году мы также обратили особое внимание, то есть органы прокуратуры, этим вопросам, вопросам безопасности и качества. Если мы говорим с вами про кэшбэк, то это действительно новая мера поддержки родителей, и она начала действовать, правда, конечно, не такими темпами, как хотелось бы, поскольку на сегодняшний день только 6 детских лагерей имеют возможность выплатить этот кэшбэк. Мы говорим с вами о 50%, но не более 20 тысяч рублей. Кстати, вот это важный момент. Я так понимаю, что родителям стоит уточнять, прежде чем подписывать договоры и платить деньги, все-таки включены ли эти лагеря, соответствующие в эту программу. Да, есть специальный сайт, на котором видно, какие именно учреждения участвуют в программе. А прокуратура, в свою очередь, направила информацию органам власти, чтобы они охватили все лагеря, существующие, своим вниманием и включили в эту программу. Ну вот детей-сирот вы упомянули, это, безусловно, самая, наверное, уязвимая категория несовершеннолетних. И я знаю, что прокуратура края, вот прямо личное внимание, уделяет решению вот этих вот проблемных вопросов. Это так? Это действительно так. Это, в первую очередь, связано с тем, что на протяжении многих лет этой проблеме не уделялось достаточного внимания, что, в свою очередь, повлекло на сегодняшний день образование очередности в размере более 6 тысяч детей, сирот у нас, которые без жилья и у которых имеется право на получение этого жилья. Поэтому, если говорить о цифрах, то для того, чтобы обеспечить их на сегодняшний день, потребуется, ну, ежемоментно, если взять, например, то потребуется более 10 миллиардов рублей. Поэтому, и вы знаете, ежегодно, ежегодно примерно по одной тысяче детей добавляется. А обеспечивается около 700 детей. Поэтому у нас вот ежегодный прирост в порядка 300 детей. И это на самом деле проблема. И именно поэтому прокурор края уделяет пристальное внимание. И вы знаете, что прокуратура воспользовалась правом законодательной инициативы, внесла совместно с ЗАГС Собранием проект закона, который сейчас в первом чтении рассмотрен. И мы надеемся, что это позволит сократить очередь, ну и, естественно, восстановить права нарушенной сирот. Наверное, именно поэтому и недавно постановление законодательного собрания появилось, которым поручено правительству, опять же, уделять особое внимание обеспечению именно жилищных прав детей и сирот, вот учитывая те достаточно неблагоприятные пока что цифры, о которых вы говорите. Острая тоже детская проблема, безусловно, это обеспечение лекарствами и медицинской помощью. И вроде мы все знаем, да, что появилась повышенная ставка налога, которая как раз продекларирована на оплату вот этой вот дорогостоящей медицинской помощи детям. Но сюжеты о сборе средств на лечение детей за рубежом, они вот не сходят, к сожалению, не сходят с наших экранов. А разве это не обязанность государства бесплатно спасать маленьких пациентов? Вы знаете, конечно, это обязанность государства, но существует проблема в том, что очень много препаратов, которые не производятся в Российской Федерации, а их стоимость зарубежных аналогов, их стоимость очень велика. И поэтому очень большая нагрузка на бюджет, и я думаю, что именно поэтому было принято такое решение о создании фонда дополнительного, круг добра. И вот опять же, обращаясь к цифрам, я могу сказать, что в принципе на территории Красноярского края власти обращают внимание на эту проблему, поскольку, к примеру, в 2021 году на лекарственное обеспечение детей-сирот выделено более 330 миллионов рублей. Примерно аналогичные цифры выделялись и в прошлые годы. Но здесь, смотрите, у нас 330 миллионов, и плюс еще дополнительно, это то, что придет с фонда круг добра. Поэтому внимание уделяется, но проблем действительно много. У нас более 170 детей с редкими орфанными заболеваниями, и стоимость препаратов очень велика. Вот если мы с вами говорим о нашумевшем препарате спинраза, то стоимость одной дозы этого препарата на сегодняшний день 5 миллионов рублей. А, к примеру, в прошлом, в позапрошлом годах там варьировалась стоимость 8 миллионов рублей. Поэтому вводить этот препарат нужно ежемесячно. То есть вот примерно такой порядок цифр, поэтому это действительно большая проблема. Ее надо решать совместными усилиями. Ну а прокуратура, естественно, будет уделять пристальное внимание в том, чтобы своевременно власти реагировали на возникающую проблему. Ну и чтобы помощь доходила адресно до тех, кому она нужна. Ну и, наверное, вынуждены мы с вами будем констатировать, что, к сожалению, без спонсорской какой-то помощи, пока все-таки закрыть все, здесь вопросы довольно сложно на уровне бюджета. Ну, конечно, тем более, что мы же понимаем, что для родителей без разницы, какими способами они достигнут результата, им главное, чтобы их ребенок жил и развивался. Недавняя трагедия в Казани, много о ней, конечно, везде говорят, заставляет задуматься о безопасности в школах и техникумах. Вот большинство сегодня говорит только об ожесточении оборота оружием. Но, согласитесь, это же, наверное, более широкая, более комплексная проблема. И одним этим не оградить наших учащихся-то от насилия. Да, на самом деле, я, лично мое мнение, что здесь ограничением оборота оружия, конечно, этот вопрос не решить. В первую очередь, это деструктивное влияние на подростков. То есть свобода информации, свобода и распространение выхода в сеть интернет международную, где у нас очень много негативной информации, а с учетом возраста подростка, вот это все ими воспринимается, впитывается и, соответственно, у нас возникают проблемы, когда люди начинают поддерживать какие-то, разделять идеологию деструктивных организаций. Вот здесь на первое место выходит, в первую очередь, конечно, родительский контроль, ну и выявление на ранней стадии отклонения поведения подростка. Это, соответственно, школа. Школа, среднее специальное учебное заведение, где можно увидеть, что подросток стал меняться, его поведение стало меняться. Ну и, как я понимаю, все-таки вниманием прокурорского контроля являются в том числе и, собственно, меры безопасности, да, которые сегодня принимаются в учебных заведениях, те же тревожные кнопки, не знаю, видеокамеры, охрана на входе, то есть это вот те вещи, наверное, которые должны быть, безусловно, обеспечены в каждом учебном заведении. Да, конечно, этому также уделяется и внимание, и будет уделяться, но здесь мы понимаем, что вопрос финансирования и за один день эту проблему не решить. Но что касается выявления вот этих подростков, этих детей, то есть здесь работают и правоохранительные органы, и должен у нас заработать Центр информационной безопасности молодежи, который под эгидой Агентства молодежной политики будет создан. И это, я так думаю, что будет способствовать решению проблему. Да, свои результаты. Еще одна резонансная тема, удивительно даже, я бы сказал, резонанс, но это школьное питание. Вот в одной из наших программ как раз руководитель Россельхознадзора рассказывал о тоннах, о тоннах некачественных продуктов, которые они выявляли в бюджетных организациях. Вот на ваш профессиональный взгляд, сегодня можно без опаски покушать в школьной столовой? Я все-таки уверен, что можно питаться в школьных столовых. Естественно, что там, как и везде, есть разные проблемы, но в зависимости, конечно, от учреждений, в первую очередь. Потому что, как мы с вами знаем, у нас на сегодняшний день школьное питание разделилось на две части. Это там, где питает учеников, учащихся непосредственно само учреждение, учреждение, сама школа, и там, где эту услугу отдают коммерческой организации, и она организует питание. Поэтому, в первую очередь, это, конечно, зависит от того, как организовано питание и как организован контроль. Этими вопросами занимаемся, прокуратура Красноярского края занимается. Естественно, что проводятся проверки. нами проводилась масштабная проверка, где было выявлено более трехсот учреждений, где имели место нарушения санитарных норм и правил. Меры реагирования принимаются, и постоянно мониторится ситуация. Мы сейчас пытаемся, чтобы быть ближе к учащимся, чтобы подчеркнуть как можно быстрее полезную для нас информацию. Пытаемся взаимодействовать с родительскими коллективами, пытаемся заходить в социальные группы в мессенджерах, чтобы быть информированным о том, что происходит в школах, какие существуют риски, в том числе и по питанию. Ну, я думаю, что с этой проблемой порядок будет наведен. Ну, и последний вопрос, у нас буквально минутка с вами осталась, поэтому очень-очень коротко. Вовлечение несовершеннолетних в правонарушение. Вот это следствие вот этого недостаточно родительского контроля, или все-таки в социальной сети делают свою черную работу, в том числе и в благополучных семьях, где вроде бы все нормально? Где здесь причины? Это, на мой взгляд, причина, это, естественно, родительский контроль сниженный. Это вопрос занятости детей. То есть нужно развивать спорт, нужно развивать занятость детей. Именно поэтому, по поручению прокурора края, сейчас мы работаем над законодательной инициативой, где хотим предложить органам власти компенсировать стоимость обучения в спортивных секциях с семьям, где трое и более детей за счет бюджета края. Спасибо большое, Виталий Анатольевич. А я напоминаю всем нам, что сегодня мы обсуждали защиту прав несовершеннолетних, а у нас в гостях был Виталий Степанов, заместитель прокурора Красноярского края. А я лишь добавлю в конце. Уважайте права других и будут справедливы с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова